Там все равно уже десятки машин на дне, какой же из него секретарь? Ну, спасибо, что живой. А потом обижается, что об этом начинает говорить. Не проблема, принес бабло, решаем. Заставить их нельзя. Болеют все. Хорошо это или плохо. Посмотрите по себе. Привет, это я Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое личное субъективное мнение. И да, это, конечно же, дисклеймер. И на этой неделе добро пожаловать в ад на Кировоградщине. Болеют все или кто заразил Райковича коронавирусом. Кто прошел, а кто пролез в горсовет Кропивницкого. Троллейбусы есть, но почему они не ездят? Выборы ректора в КНТУ. Сколько и кому надо занести, чтобы победить? Я начну с видео, которое полностью характеризует происходящее на Кировоградщине и в стране. Ничего необычного. Просто блогер в Александрийском районе на горячем автомобиле прыгнул на полном ходу в карьер. Появились упреки в загрязнении окружающей среды, на что блогер ответил, мол, там все равно уже десятки машин на дне и три-четыре крана. Но это же теперь просто выездное шоу «Поле чудес». Карьер чудес практически можно проводить. Мне, конечно, сам факт, что это проходило в Александрийском районе, шоу с горящим падающим в карьер автомобилем, напоминает предвыборную компанию уже не мэра Александрии, Степана Цыпяка. Напомнила, прежде всего, результатом. Точно так же бессмысленно и постоянно подгорая. Но давайте посмотрим на эпическое видео еще раз, особенно на концовку. Бля, я живой, говорит блогер. И как бы непонятно, он удивлен этому или рад? Ну, спасибо, что живой. А всем зрителям мой совет, не повторяйте этот трюк, потому что ни пожарной машины, ни медицинской помощи я там не заметил. Так что еще раз, не повторяйте этот трюк, несмотря на то, что настроение иногда именно так и сделать. Болеют все. Если раньше ковидиоды писали, что, а покажите, мол, а кто тут болеет ковидом-19? А есть у вас такие знакомые? То теперь таких знакомых полно. Вот вам и Зеленский, вот вам и Стефанчук, вот вам Разумков, вот вам Ермак, министр здравоохранения Степанов, вот вам. А ось вам. Ну, а если недалеко, в Киеве, то вот вам Андрей Райкович, новоизбранный мэр города, заболел ковидом, лечится первой в городской больнице на Валах. Таким образом, я так понимаю, верхушка города переболела вся. Раньше, еще летом, насколько помню, были сообщения, что болел Табалов, нынешний секретарь горсовета. Так кто же заразил Андрея Павловича? А кто его знает? В Кропининском подхватить везде этот ковид можно. Например, в маршрутках. Правда, маловероятно, что Андрей Павлович ездит в маршрутках в последнее время. Но заразить мог мэра любой так называемый нулевой пациент. Человек без симптомов коронавируса. Когда даже сам заражен и не понимает, что он заразный. Вот почему, кстати, нужно носить маски. Особенно, когда вы думаете, что вы здоровы. Я, конечно же, не знаю, кто заразил Райковича, но это хороший пример того, чтобы относиться к своему здоровью внимательнее. Коронавирус не выбирает между людьми. И чиновник, и бизнесмен, и пенсионер, и ребенок, и взрослый. Все равны перед заразой. На Кировоградщине ситуация с ковидом только на первый взгляд лучше, чем по всей Украине. Думаю, причина тому это малое количество тестов. Кстати, и по стране, и по области. Но сотня заболевших и смерти каждый день это уже обыденность для области. И дай бог, чтобы Кировоградщина не была в числе тех, где заболевших в день тысяча, как в Киеве или в Запорожье. Тогда врачам будет очень тяжело оказать помощь всем, кому можно помочь. Неожиданно для меня глава Кировоградского блогу с администрацией Андрей Назаренко указал на проблему среди врачей. В своем телеграм-канале, да и в фейсбуке он обвинил семейных врачей на Кировоградщине в недобросовенности. Цитирую. «Мені цікаво, чи є совість у наших сімейних лікарів. Не кажу про всіх, бо знаю, як в кожній професії є люди, які живуть справою і повністю їй віддаються. Это правильне уточнення, потому що всіх обвинять нельзя. А то, зная історію о Балоні, можна було б подумати, що все глави облгосадміністрації – взяточники». Ну, вернемся к фейсбуку Назаренко. Глава Кировоградської облгосадміністрації написала ситуация, когда семейные врачи в 17.00 отключають телефон и отказываются лечить пациентов с ковидом, передавая, таким образом, ответственность на врачей высшего звена. Или гонять пациентов с положительным тестом по городу. Или рассказывают, что, мол, ковид – это так, мол, не страшно. Мол, все перевалеем. Ну, то доктора Ливси еще не хватает, чтобы это говорили еще и со смехом, да, вот таким. Но этот пост Андрея Назаренко собрал более 700 комментариев, и мне понравился коммент Андрея Гардашникова, врача. Он пишет, что пост Андрея пошел дальше, его в Фейсбуку, и уже обсуждается в профессиональных сообществах врачей. И ситуация там такая. Семейные врачи не обязаны работать больше их рабочего времени. Заставить их нельзя. Многие семейные врачи, кстати, не выключают телефоны, работают по 24 часа 7 дней в неделю. И мне кажется, что каждый случай нужно рассматривать отдельно. И уходить от эмоций. А если уж не в МАГАТУ, то помните, что в любой момент вы можете от одного семейного врача записаться к другому. Так сказать, ударить гривной. Но в любом случае будьте толерантнее, добрее друг другу, особенно во время, когда нужна помощь каждый день. Так, Центр избирком наконец-то опубликовал фамилии тех, кто прошел в Горсовет Кропивницкого. Да ладно! Напомню, больше всех в Горсовете депутатов будет у партии пропозиция 9 депутатов. По 6 депутатов услуги народа и европейской солидарности. По 5 депутатов у перспективы места Стрижакова и Бокевщины. О ПЗЖ и ридный места Шамардина по 4 места. И буквально минимально влезу в Горсовет наш край во голове с когда-то нардепом Андреем Табаловым. Результаты еще не окончательные по именам, потому что у депутатов теперь 20 дней на то, чтобы определиться, в каком они совете. А то многие, знаете, баллотировались и прошли, например, в город и в область. Теперь надо выбирать. Второй вопрос для меня открытый. А кто станет новым секретарем в Горсовете? Мне кажется, нелогичным теперь секретарство Андрея Табалова. Его полетила на последнем месте среди тех, кто прошел. В его фракции только 3 депутата. Какой же из него секретарь? На этот пост логично ставить человека более крупной фракции, если не победителей. Интересно, кстати, посмотрите по городам Киноградской области, какая из партий набрала в каком городе больше всех голосов. Не везде это позволяет иметь большинство, но сам факт. Так вот, Благовещенск тут победила Аграрная партия. Гайворон, слуга народа, европейская солидарность. Они провели одинаковое количество депутатов. Бобринец, слуга народа. Долинская, слуга народа. Знаменка, слуга народа. Кропивницкий, пропозиция. Малая Виска, наш край, вот где-то баллов мог бы быть секретарем Горсовета, между прочим. Новомирград, тут 3 партии провели по 4 депутата. Это европейская солидарность, европейская партия Украины, Зейналова, по-моему, и Батьковщина. Новоукраинка, Батьковщина. Помощная, ОПЗЖ. Александрия, ОПЗЖ. И Светловодск, слуга народа. И еще, несмотря на то, что голосовали в Украине за партии, в списках самих партий не так уж много и самих членов партии. В основном все беспартийные. А значит, руководствуются не идеологией, а личными отношениями в решении того или иного вопроса. Хорошо это или плохо. Посмотрите по себе. По делам в городе, в области, в вашей жизни и в вашем желании жить в том или ином городе или селе. А в среду выборы ректора ЦНТУ. Это бывший КИСМ. Все, что я знаю об этом универе, что там постоянные скандалы, связанные с коррупцией. Мол, все за деньги. Не знаешь предмет, не проблема. Принес бабло, порешаем. Спорное заявление. Как говорит моя мама, эта учеба называется «За кабаны». Один экзамен – это кабан. В ток-шоу просто-непросто на канале Виктор пригласили кандидатов на пост ректора. Те, кто не пришел, оправдывались, мол, зачем выносить ссор из избы? Зачем говорить, например, о коррупции? Так вот, ссор из избы уже как бы давно вынесен. Это уже бесит, это терпило. А с другой стороны, обидки тех, кто деньги берет и дает на голубом глазу, а потом обижается, что об этом начинают говорить. Невинно пострадавшее. Нет, не невинно. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Уровень коррупции в КНТУ настолько велик, что после выхода программы в эфир в Кометах тут же выставили компромат на одного из участников и программы, кстати, и выборов. Очень жаль, что универ, который практически уникальный в стране, в выпускниках которого заинтересованы предприятия прежде всего Кировоградской области, да и по всей Украине, не может выкарабкаться из этой грязной коррупционной истории. Пусть будет новый ректор. Так, парадокс по-карпивницки. Город купил новые троллейбусы, но они не ездят, потому что их некому водить. Приехали. Сапожники без сапог. Вернее, сапоги без сапожников. Оказывается, из-за карантина и из-за того, что троллейбусов было мало раньше, учеба новых водителей происходила в Запорожье. Теперь эту учебу невозможно, потому что в Запорожье, я так понимаю, там карантин. Но никто же не подготовился. Теперь в экстренном порядке надо купить, я так понимаю, два очередных троллейбуса и учить водителей здесь. Это, между прочим, кстати, рабочие места в это тяжелое экономическое время. Я имею в виду водителей. Уч-комбинаты есть не только в Запорожье. Треба вести пошук. И это завдание керівництву электротранса. А вообще это чертовски приятно, что в Кропивницком развивается так электротранспорт. Ганьба маршруткам. Слава троллейбусам. Кому тяжело, так это рестораторам. По всей Украине в Кропивницком они вышли на митинг против карантина выходного дня. Само понятие, конечно, карантина выходного дня еще то. Я себя чувствую предпринимателям. Целая индустрия довольно успешная в стране просто погибает. Мы против ограничений. Мы против обмежений в работе. Проти обмежений вихедного дня. Проти безкінечных перевірок. Хочемо мораторию на перевірки. Обидно не то, что карантин. Обидно то, что государство, власть ни хрена не помогает ни бизнесменам, ни простым жителям. В отличие, кстати, от других стран, где платят компенсации, или снижают, или даже отменяют налоги. А тут полностью проваленная подготовка к коронавирусу, к пандемии. Дерибанк коронавирусного фонда – это одна из тех причин, почему следующие выборы «Слуга народа» скорее всего проиграет. А Зеленский вернется играть президента в кино, а не в реальной жизни. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще, кроме ситуации с коронавирусом. Но я надеюсь, что пока. Поэтому пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok